МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как часто менять тормозную жидкость в рубрике «Автоконсультанты»? На дороге остановил для проверки мой автомобиль «Газель». На раме не смогли прочитать номер, зажавел, да? Мне назначили экспертизу на май месяц и забрали все документы. Правомерно ли это поставить машину на прикол и ждать полгода своей очереди, да? Действительно, такие факты бывают. Ну, здесь на что в первую очередь ориентируются сотрудники? Изменения, выявления изменений маркировки. Это те угнанные похищенные транспортные средства, которые пытаются преступники легализовать. Тем не менее, если данный номер поврежден коррозией, необходимо в любом случае провести экспертизу, и, к сожалению, машину приходится ставить и ждать окончания экспертизы. Сроки зависят только от... У нас находится в городе всего один эксперт, соответственно, от загруженности эксперта. Возможно ли сдать на права экстерном без предварительной подготовки в автошколах? Сдача экзаменов на категорию А и Б самоподготовкой просто она под строжайшим контролем главного инспектора безопасных дорожных движений полковника Демина Юрия Алексеевича. То есть, если человек хочет сдать самоподготовку, он едет с заявлением главному инспектору, и тот, если разрешит, вы имеете право сдавать экстерном. Если не разрешит, вы такого права иметь не будете. Но в практике показывает, что добиться такого разрешения очень сложно, буквально, можно сказать, и невозможно. А в новом федеральном законе, который готовится вступить в действие, такого даже случая, когда можно сдать без подготовки в автошколе, буквально просто его исключат. Сейчас мы, двигаясь по проспекту Мира, поворачиваем налево на перекрестке проспект Мира улицы Циолковского. Иногда случается, что водители, поворачивая налево с перекрестка, выезжают на сторону встречного движения. Потому что после перекрестка улица Циолковского, она не сразу начинается, как дорога с односторонним движением. Там участок идет буквально 40-50 метров протяженностью с двусторонним движением. За станцией переливания крови находится пост милиции, который фиксирует данное нарушение. Так, мы сейчас движемся по проспекту Мира и будем поворачивать налево. Встречными транспортными средствами у нас должны траектории быть таковыми, чтобы разъехаться правными бортами. Вот, относительно центральной части перекрестка. Уступаем в встречную. И вот основная ошибка водителя, это поворот на сторону встречного движения. Одностороннее движение на улице Циолковского начинается после выезда с ГИБДД. Это уже потом. А вот выехать с перекрестка именно нужно как положено, по правильной траектории. Снак направления движения по полосам у нас в наличии. Вот повернуть нужно именно на правую сторону. Тем более, вот показано, автомобиль подъезжает к перекрестку и находится на встречной стороне. При интенсивном торможении тормозные механизмы сильно нагреваются. Скипание тормозной жидкости влечет за собой образование воздушных пробок в тормозном контуре. Поэтому тормозную жидкость необходимо менять раз в два года, либо 60 тысяч километров пробега. Задать вопрос автоэксперту и посмотреть все выпуски программы вы можете на сайте www.tagildefistv.ru ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин